Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом. Наступил май и захотелось прочесть стихотворение Фёдора Тючева. Не зря я заговорила о грозе, ведь сегодня день рождения складного зонтика, ему исполняется 37 лет. Первые зонты появились в Китае в 11 веке до нашей эры. Они весили 2 килограмма, были полтора метра высотой и не складывались. Их имели право носить только вельможные и состоятельные люди. А 4 мая 1715 года в Париже появился первый складной зонтик. Фабрикант Мариус создал более компактную модель и заменил шелковый материал плотной тканью. Новшество пришлось по душе парижанам и гостям столицы. Изначально зонтик защищал от солнца. В качестве укрытия от дождя его впервые применили в 1750 году. Но и сегодня он верно служит и продолжает защищать нас от дождя или солнца. А вот понадобится ли сегодня нам зонт, расскажут синоптики. В Крачаево-Черкесии переменная облачность и без осадков. Температура ночью 8, а днём до плюс 18. А в горах кратковременные дождь и облачная. Ночью плюс 6, днём плюс 14. В Черкесии переменная облачность и без осадков. Ветер до 12 метров в секунду. Температура ночью плюс 8, а днём 19 градусов тепла. 50 дворовых и 13 общественных территорий будут благоустроены в Крачаево-Черкесии в текущем году в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды. В настоящее время на всех участках идут подготовительные земляные работы. Проводится демонтаж старых сооружений. В частности, будут благоустроены общественные территории в Черкесии, Карачаевске, Уживутинском районе, Сторожевой, Преградной, Адельхалке, Каменомосте, Знаменке, Вакожили, Зиюка. В частности, при благоустройстве общественных территорий будут проведены работы по установке детских игровых спортивных площадок. Заменят плиточное покрытие, уложат асфальт, проведут уличное освещение, установят лавочки, урны различной малой архитектурной формы. Богатство образов, виртуозное построение диалога, великолепное знание родного языка отметили поклонники творчества двух известных писателей Альберта Узденова и Екатерины Шхаевой, давая оценку их новым сборникам «Актэш» и «Мгновение жизни», презентация которых состоялась в Доме печати. На знакомство с новинками были приглашены писатели, журналисты и поклонники авторов представленных книг. Хотя сами авторы в силу разных причин не смогли присутствовать на презентации своих творений, а читатели были лишены удовольствия личного общения с ними и получения автографов, встреча прошла в самой теплой и душевной обстановке. Мадзина Каракетова расскажет о новинках. Первый заместитель министра по делам национальности и печати массовым коммуникациям Карачаева-Черкесии Ислам Хубиев выразил сожаление о том, что не смог прочитать книгу Екатерины Шхаевой «Мгновение жизни», так как не владеет абазинским языком. Что касается сборника «Актёш», Альберта Узденова согласился с мнением доктора филологических наук Зухры Караевой, которая указала на виртуозное построение диалога, великолепное знание родного языка, умение найти самое значимое в художественном образе. Давая свою оценку сборнику, Ислам Хубиев отметил, что в коротких рассказах, сценках, притчах, комических, трагических и трогательных историях «Актёш» показывает самое главное – общечеловеческие ценности. Читая сборник «Актёш», невольно вспоминаешь произведение Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Приходит на ум статья Николая Добролюбова «Луч света в темном царстве», когда читаешь «Мардан Баллара», где герой – десятилетний мальчик, Мурат предстает как лучик, который оставляет надежду на выход из тупика в период лихих 90-х. Талант, мастерство автора, на мой взгляд, заключается еще и в том, что он не навязывает свое мнение и не предлагает способы для решения тех или иных проблем, а наоборот искусно скрывает их, оставляя на суд самого читателя. Ислам Хубиев отметил, что сборники должны быть переведены на русский язык, чтобы быть доступными большему количеству читателей. Автору же Альберту Узденову Ислам Хубиев выразил от лица читателей огромную благодарность за такую работу. В книгу Екатерины Шхаевой «Мгновение о жизни» вошли как новые произведения, так и уже полюбившиеся читателям. Редактор абазинского отдела книжного издательства Карачаева-Черкесии Георгий Чекалов отметил, что уникальность сборника в том, что в него вошли произведения, ориентированные не только на взрослого читателя, но и на детей. Мы с ней сотрудничаем в детском журнале «Шея» – «Утренняя звезда» на абазинском языке, который у нас выходит. Организация «Алафара» выпускает. И она активно предлагает свои детские произведения постоянно. И я рад, что они вошли и в эту книгу, потому что журнал – это все-таки периодическое издание, а книга – это книга. Я надеюсь, что книга найдет своего читателя, и взрослые дети найдут, что подчеркнуть из этого издания. Кроме презентуемых сборников, на суд приглашенных издательство представило еще несколько книг, выпущенных в 2021 году. Руководитель республиканского книжного издательства Роза Буэнсузова рассказала, что представленные книги выпущены по 150 экземпляров. Тематический план на 2022 год, утвержденный Министерством Карачаева-Черкесии по делам национальности, печати и массовым коммуникациям, предусматривает выпуск книг на всех пяти национальных языках и в значительно большем количестве, и выразила надежду, что издательство справится. Современные условия, которые нас поставило, и подорожание цен, и все препятствия, которые нам мешают издавать, но мы попытаемся все-таки это издать. Хочу сказать, что мы рады всем авторам, которые к нам приходят. Но нам очень не хватает, я хочу сегодня об этом сказать, нам очень не хватает союза писателей Карачаева-Черкесской республики. Нет рекомендаций по книгам, нет первичных рекомендаций от союза писателей. Книгу Альберта Узденова «Актоши» и книгу Екатерины Шхаевой «Мгновение жизни» в скором времени можно будет приобрести в специализированных магазинах и киосках республики. Уже ознакомившиеся с новинками рекомендуют их к обязательному прочтению и уверены, что рассказы обязательно оставят в душе каждого самые светлые впечатления. Мадина Каракетова, Роберт Джагутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Студент Аграрно-технологического колледжа поселка Иркеншахар Амин Нотарев стал победителем всероссийского конкурса «Бессрока давности». На конкурс сочинений «Жизнь, спасенная песней» Амин подготовил и написал рассказ о своем родственнике, участнике Великой Отечественной войны. И сегодня Амин Нотарев вместе со своим преподавателем Ириной Беймурзовой, гости нашей программы. Они расскажут, мои соведущие были Джазаевы, о подготовке к конкурсу и о самом герое сочинений. Они уже в нашей студии. Доброе утро. Я с удовольствием уступаю им нашу гостиную. Доброе утро всем. Доброе утро, Ирина Кашавбиевна. Доброе утро, Амин. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Конечно, я сразу хочу поздравить вас с такой вот хорошей победой. Ваш ученик Амин стал победителем всероссийского конкурса «Сочинений. Бессрока давности». Мне бы хотелось узнать, как вы вот про конкурс узнали, как вы готовились, как здесь в республике был первый этап, да? Да, это вообще традиционный всероссийский конкурс, бессрока давности, конкурс сочинений, который проходит в несколько этапов. Вначале у нас он прошел в колледже, потом на республиканском уровне, потом наши сочинения отправили, как сочинение победителя Амина, отправили на всероссийский уже этап. И вот мы узнали, что Амин стал победителем. Амин, ну расскажи, какие у тебя впечатления об этом конкурсе. И, наверное, ты нам расскажи, про кого ты писал. Тема, насколько я поняла, «Жизнь, спасенная песней». Ну, это подтема, вот «Бессрока давности», общая тема. Кому ты посвятил свое сочинение? Как долго ты его писал? Ну, я понимаю, Ирина Коншайбиевна помогала? Ну да, не без помощи учителя не обошлось, конечно. Ну, писал не так долго, но было трудновато. И писал я про своего родственника, то есть он по маминой линии, двоюродный брат моей бабушки. Он совсем в юном возрасте, в 17-летнем возрасте пошел на фронт. Его вообще не хотели пускать, но он уговорил старшего полковника, который принимал на воинский эшелон, то есть на фронт. Он уговорил, и его под другим именем отправили в танковый взвод радистам. И вот во время Курской битвы, он уже отчаявшись, когда весь экипаж был перебит, он начал петь песню на родном ногайском языке. И эту песню по радио услышал другой танкист. Он был, как оказалось, с соседнего аула, и он на родном ногайском языке спросил его, где ты и как я могу тебе помочь. И вот он объяснил, и они встретились. Вскоре после битвы они подружились и договорились, что на следующий день будет еще одна битва. И тогда тоже встретятся и поговорят. Прям до мурашек история, конечно. Да. На следующий день Алибек стал искать своего друга, моего родственника, Мадакаева Азрета. И он ходил, ходил, и краем уха услышал какие-то еле слышный стон. Он увидел обгоревшее тело, и подошел и сказал, лучше бы тебя вражеская пуля убила. Но он понял, когда ему на Ногайском попросили воды, и он понял, что это его друг. И он сказал, подожди, я сейчас позову санитаров. Санитары, он позвал санитаров, санитары пришли и сказали, что можно спасти других, что он не жилец. И лучше спасти тех, кого реально можно спасти. И он, пригрозившись пистолетом, заставил их погрузить тело своего друга на самолет. И его спасли? Его, естественно, спасли, но он проходил долгий этап реабилитации. То есть один год он ездил по госпиталям. Но они вернулись. Вскоре они вернулись с войны. И дружбой их произошло. Встретились, да. И каждый раз, вот мне рассказывала моя бабушка, каждый раз, когда они встречались, у них встреча начиналась вот с этой песни, с которой, вот с помощью которой они познакомились. Узнал я про моего родственника совершенно случайно. Я приехал к бабушке навестить. И у бабушки всегда в разных комнатах было довольно много фотографий старых родственников. И я увидел одну фотографию и поинтересовался у бабушки, кто это, ну, то есть, как они мне доводятся. Ну, стало интересно. Начал спрашивать, и она рассказала мне эту историю. И так совпало то, что через пару дней мне сказали то, что мне надо будет писать сочинение на военную тематику. И я не знал, про что написать, но потом я вспомнил эту историю и решил написать про это, про преданную дружбу. Ирина Коншавовна, ну, я знаю, что это не единственный родственник Амина, который воевал. И даже бабушка, прабабушка воевала. Да, его прабабушка, Курмангулова Мурадхан Мустафаевна, была студенткой медучилища, сейчас это медколледж. Первый их выпуск, и началась война. Ее сразу призвали на фронт. И она ушла фельдшером на фронт. И вот три года длилась ее военная эпопея, будем говорить так. Она спасала тысячи жизней простых солдат. Она выносила с поля боя раненых наших бойцов. Затем работала в госпитале, спасая жизни наших солдат. На войне она познакомилась с ее молодым будущим мужем Нотаревым. Вот откуда фамилия берет начало, да? Да. Прадедушка. После войны она долгие годы проработала у нас в районе. Она работала секретарем райкома партии, работала в Адейхабльской районной санэпидстанции. Главным врачом. Да. Была очень уважаемым человеком. То есть Амин мог написать и про тех своих родственников. Про дедушку, про бабушку. Можно сказать. Можно так сказать. Да. Он с успехом бы сделал бы и это, написал бы это сочинение. Но я думаю, в следующий раз он обязательно напишет про свою бабушку. Но тут как раз получается, что песня спасла человеческую жизнь в тяжелую минуту. Поэтому, конечно, это очень интересная, очень такая трогательная история. Амин, я хочу у тебя спросить. Вот ты учишься в аграрном колледже. А почему не гуманитарный вуз? Если твое сочинение выиграло на всероссийском конкурсе. Ну, конечно, неожиданно было то, что мое сочинение выиграет прямо такого масштаба соревнования. Ну, приятно. Ну, приятно, да. Ирина Каршава-Биевна, а вы ожидали от своего ученика? В принципе, каждый раз, участвуя в конкурсе, мы всегда надеемся на лучший результат. Вот после окончания колледжа кем ты хочешь быть? Ну, продолжать по своей специальности земельно-имущественные отношения, продолжать работать и идти в данной сфере. Ну, русский язык у тебя тоже неплохой, правильно? Насколько я знал, будут награждения только-только, да, в мае? Да, нас уже пригласили. Церемония награждения пройдет 8 мая на Поклонной горе. И мы готовимся к этой поездке. Ну что же, я поздравляю вас еще раз с победой и желаю вам успехов. Спасибо вам. Спасибо. Политика импортозамещения дала российскому рыболовству внушительный импульс. Отечественные производители получили естественное преимущество по реализации своей продукции. Российские рыбаки наращивают улов и заверяют, что дефицита продуктов на рынке не будет. Уже завтра в Черкесске, в Доме предпринимателя, откроется традиционная рыбная ярмарка «Дары Камчатки». И будет она работать до конца недели. Смотрите подробности. И вот она, наша российская рыбка из богатых водных ресурсов Камчатского края. Лучшие деликатесы перед вами на прилавке. Всеми любимая селедочка. Богата витамином D и омега-3 жирными кислотами. В ней их даже больше, чем в семге и форели. Регулярное употребление селедки позитивно влияет на сердечно-сосудистую систему. Мы снова приехали в Карачаево-Черкесскую республику. Очень рады видеть обратно наших покупателей постоянных, которые к нам всегда приезжают, приходят, покупают нашу продукцию, свежайшую продукцию. Цены остались те же, которые и до Нового года. Сюда ничего не прибавилось, ничего абсолютно. Вкусная также рыбка наша чавыча, которую вы знаете, очень полезная аминокислотами. И палтус очень жирный. Вкусная рыбка, деликатес считается, диетическая рыбка. Можете кушать любому человеку. Она очень жирная, но она считается диетической рыбкой. На прилавках вы найдете все самое вкусное и полезное. Здесь тихоокеанская крупная рыба семейства лососевых кижуч. Его коптят исключительно на натуральных опилках. Белорыбеца богата йодом. Регулярное употребление рыбы способствует очищению организма от токсинов, улучшает обмен веществ. Наивкуснейший палтус. Популярный уже голец. Кстати, он водится только в реках Камчатки. Ну и как же без чавычи? Семги, горбуши, киты и скумбрии. Да и консервы здесь самые настоящие. И вот она, королева ярмарки, наисвежайшая красная икра. Уважаемые наши покупатели, мы приглашаем вас на нашу рыбную лавку. Мы работаем до конца недели, включительно в воскресенье. Найти рыбную лавку очень просто. Дом предпринимателя на Горького, 8, центральный вход. Мимо такой аппетитной рыбки пройти невозможно. Успейте до конца недели заглянуть к нам в гости. Светлана Шаганова, Расул Бердиев, Вести, Карачаева, Черкесия. Что нужно для счастья хореографа? Чтобы юные дарования желали и умели танцевать. Главный балетмейстер государственного ансамбля танца Карачаева-Черкесия Эльбрус Чураузденов проводит набор мальчиков от 6 до 8 лет в детский вокально-хореографический ансамбль «Корча». Набор проходит каждое воскресенье с 11 до 14 часов по адресу проспект Ленина, 156. Большая человеческая просьба, чтобы мы сделали набор детей от 6 до 8 лет, мальчики. Почему? Потому что последние три года у нас выпуск идет, а подрастающего поколения набора нет. В прошлом году у меня шесть ребят ушли, уже готовые танцоры. Минимальный срок, чтобы ребенок вышел на сцену, минимум три года. А так, чтобы он себя уверенно, хорошо чувствовал на сцене, пять лет. Вот давайте посчитаем, да? Первый класс, второй класс, 7-8 лет. Добавляем пять лет. К 12-13 годам, если ребенок выйдет на сцену, это большой успех для ребенка. Не только хореография. Я проверяю данные на гибкость, все, спина, ноги, икра, стопа, подъем. Ну, хореограф это все понимает. Мы учим не только танцевать, петь. Каждое воскресенье с 11 до 2 на базе государственного ансамбля танца Карачаева-Черкесия-Ильбрус делаем набор. Всех прошу, чтобы приводили детей. Все будут довольны. Я, как хореограф, отвечаю за здоровье, за благополучие детей. Детский футбольный центр в Черкесии Жигутинского, Хабесково и Адыгейхабльского районов организован бесплатный транспорт для детей, желающих посещать футбольную секцию. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программа о самом главном. А в 14.30 смотрите «Вести Карачаева-Черкесия» с Аллой Динаевой. Всем удачного дня и встретимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok